Всем привет дорогие зрители! Очередной миллион золота в моих руках и игрок под ником Димас его нафармил и предоставил невозможность снять это на видео. Спасибо тебе Дим за это! Я уже неоднократно снимал кстати видео по этому поводу, сам лично 3 раза фармил миллион золота. И примечательность этого аккаунта в том, что ребят, он его нафармил за 2 недели. Сейчас на аккаунте 980 тысяч золота, мы сейчас откроем еще сундук за большое испытание и будет ровно миллион. Если вы ребят тоже хотите нафармить миллион золота, но у вас нету гемов для этого, чтобы катать большие испытания, на сайте ClashKing можно приобрести гемы по доступным ценам. Есть как и 15 тысяч гемов, так и 2,5, так и 7 тысяч. Цены реально доступные для всех, я сам пользуюсь этим сервисом. Также на каждом стриме я разыграю бесплатные промокоды, с помощью которых вы можете открывать сундуки и поднять свой баланс и соответственно задонатить себе в игру. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании, гарантии здесь 100%. Ну а теперь давайте перейдем к самому интересному, это тратить миллион золота. В общем, давайте сразу же откроем сундук, получим нашу голду и как видим, что немножко не помещается и уже максимум, ну вообще 22 тысячи дают, да, за большое испытание. Но так получилось, что у нас не хватило места, поэтому дали нам 19 тысяч. Окей, давайте открывать сундук, посмотрим выпадет ли лего. Так, рарки пошли, коммонок много, отлично. Если сейчас будет много эпиков, то возможно будет легендарочка. Итак, да ребятки, представляете, лего мы ему еще выбьем, отлично. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если тоже хотите миллион золота и тоже, чтобы вам падали леги абсолютно с любого сундука. Итак, напишите в комментах быстрее, какая лего выпадет и кто угадал, ставьте лайк. Выпало бревно. Бревно, у него уже 6 из 10 карт, скоро будет 4 уровня. Это хорошо, не знаю, пользуется он им или нет, но бревно, кстати, сейчас играбельная карта, популярная. Так, у нас тут еще есть сундуки, поэтому давайте освободим место и потратим сейчас самое дешевое, что мы можем прокачать. Хотя тут, ну вот давайте 8 тысяч потратим, опнем ему гоблинов-копейщиков. И давайте квесты, здесь огромный сундук также откроем, возможно еще выпадет лего, не знаю, посмотрим. Так, о, мегамуха скоро будет 9 уровня. Так, теперь, что мы... Ух ты, следующий супермагический сундук. Круто, ребят, если вы хотите, чтобы я его открыл на видео, то пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Как оно нафармит, я обязательно открою. Так, теперь откроем краунчест быстренько, давайте так. Серебряный сундук откроем, хорошо. И что тут, клановый? Кланового уже нету. Ну что ж, у нас 993 тысячи, но было миллион, мы же потратили немножко, поэтому засчитывается. Так, мы будем прокачать все карты, которые у него есть. Я думаю, что потратим весь лям, ну а там посмотрим, сколько останется. После этого я схожу в онлайн-атаке и попробуем сыграть с его новой прокачкой. Ну что ж, прокачаем пушку. Первое, что мы прокачаем, это пушечку до максимального уровня. Я так понял, это его мейн-колода, и то, что пушка 13 уровня, естественно, это ему даст шанс выше апаться по трофеям. Поехали дальше. Что мы будем апать? Думаю, зап прокачаем, потому что зап тоже популярная карта. Давайте летучих мышей. Я думаю, что мы все карты прокачаем, и нам хватит золота. Так, отлично. Дальше качаем скелетиков. 20 тысяч золота и 50 тысяч золота. Охренеть. А может и не хватит. Так, следующая карта. Банду гоблинов обязательно прокачаем. Давайте до 12 уровня. Отлично. Так, башню короля 13 уровня мы вряд ли ему прокачаем, но приблизимся хотя бы к этой цели. Я думаю, когда он нафармит еще один лям, он даст мне на открытие. Ириток мы прокачивать не будем. Так, давайте орду миньонов. Также сейчас популярная карта. Так, до какого уровня? До 12, да? Хорошо. Давайте посмотрим леги, какие можно прокачать. Давайте прокачаем леги сначала, а потом будем коммонки апать. Потому что, смотрите, прошло, не знаю, минут 5, но мы уже потратили полмиллиона золота. Офигеть. Блин, парень нафармил за 2 недели. Я, ребята, фармил, ну, минимум месяц миллион золота. Охренеть. Мне под комментариями таких видосов пишут люди, что я 100 тысяч не могу нафармить там за полгода. Не знаю. Напишите в комментах, ребят, какое максимальное количество золота у вас было на аккаунте и за какой период времени вы его насобирали. Мне будет интересно почитать. Так, пламенного прокачаем. Грамоверса 100%. Так, кладбище. Сейчас, кстати, популярная карта. Мега Найта. Давайте прокачаем. Хорошо. Теперь Дровосека. Так, леги мы прокачали ему все. Эпические карты. Молнию прокачаем. Дальше давайте Арбалет. Он мне не уточнил, какие карты конкретно прокачивать. Поэтому я буду прокачивать все, что мне хочется. Так, Арбалет прокачали. Теперь гигантского скелета не будут. Давайте Пеку прокачаем. Так, ну я вижу эпические карты. У него некоторые четвертого уровня. Он их не прокачивает. Возможно, они ему чисто для грандов нужны. Поэтому давайте посмотрим, что более полезное будет. Вот три мушкетера давайте. Давайте сначала Срарок, а потом эпические карты в конце. Так, до какого уровня? Блин, до девятого. Слабенькие три мушкетера. Да. Ракету давайте прокачаем. Это популярная карта. Также знаю, что он играет мини-пекой. Давайте прокачивать мини-пеку. Блин, всего лишь до восьмого уровня. Блин, слабо. Так, окей. Мушкетера давайте еще опнем. О, мушкетер аж до девятого доступен. Хорошо. Теперь Таран. У нас осталось 370 тысяч золота. Не знаю, насколько нам хватит. Что тут еще можно прокачать такое полезное? Давайте Мортиру. Мортира сейчас топчик. Не знаю, возможно, ее скоро пофиксят. До 12 уровня Мортиру апаем. Отлично. Так, Тесла. Тесла тоже популярная карта. Но я не знаю, я сейчас потрачу все золото, а потом не хватит на эпики. Ну давайте, давайте Теслу прокачаем до максимума, потому что Тесла... Я сам Тесла играю и знаю, что эта карта сейчас имба. Так, летучих мышей. Прокачиваем до 12 уровня. И у нас осталось 145 тысяч золота. Возможно, вы в комментах будете писать, лучше бы ты прокачал это, лучше бы то. Но, ребят, честно, я прокачиваю то, что я, на мое мнение, считается сейчас более-менее играбельным. Давайте прокачаем Гиганта на 8 уровень. Так, что еще здесь можно? Сборщик. Сборщик до 9, отлично. Так, с эпиков. Рейдж непопулярный. Клон спелл также. Торнадо, я думаю, тоже можно обойтись и 4 уровнем. Ну, по эпикам трудно определить. Давайте гоблинскую бочку. Все-таки спеллбайт сейчас тоже популярный. Армия скелетов не пользуется. Пушка популярная, но в глобале все равно недостаточно будет. Хотя на 5 уровень... Давайте, нет, давайте прокачаем. Так, что еще прокачать ему? Блин, я вот не знаю. Из рарок... Ну, Валькирия не использует на высоких кубках. Печка 8 уровня тоже не зайдет. Колдуном он не будет пользоваться летучкой. Тоже не играет. Ну, рарки вроде бы я все прокачал, которые более-менее популярны. Можно, конечно, дутца еще и надгробия, но я лучше эпики какие-то прокачаю. Давайте принца. Так, а там что останется, уже будем по мере возможности. Так, принца аж на 6 уровень. Ой. Принца аж на 6 левел можно. Отлично. 6 эпики на его кубках это сильно. Так, пеку. Давайте пеку прокачаем. Хок плюс пека можно играть. Вышибалу. Вышибалу прокачаем. С кладбищем комбинирует вышибалу. И давайте прокачаем его на 6 уровень. И у нас осталось 25 тысяч золота. Можно прокачать шарик. Можно прокачать темного принца, либо фриз. Но я думаю, все-таки шарик лучше будет. Из редких карт я вроде бы все прокачал более-менее, что... Ну, играется здесь дутцом. Редко играют надгробия. Ну, хз. Вряд ли он будет с ним играть. Поэтому давайте опнем шарик. И, в принципе, на этом все. Осталось 5 тысяч золота. И мы больше ничего не можем прокачать. Да? Правильно же? А нет, вот, смотрите. А, нет, не можем. Здесь 20 тысяч золота надо. Все. Мы вроде бы прокачали по максимуму, что смогли. Значит, ну ему еще ровно почти половину надо, чтобы взять 13 уровень башни короля. И он будет 13 левел. Ну и давайте одну каточку в глобале скатаем. Вот с его колодой. Посмотрим, какие сейчас игроки на таких кубках. Потому что я сижу на 5 тысяч. Мне интересно. Мои сокланы вечно жалуются, что, ну, прям перекачаны игроки для своих кубков. Давайте проверим это. Так. У нас хок 10 уровень. Поэтому это хорошо. Давайте рыцарь плюс хок. Поехали. Рыцарь с краю карты со стороны противника. Фаербол. Срочно. Быстренько. Успею. Успел. Отлично. Так. Орда миньонов. Это может быть 3 мушкетера, ребят. Это может быть голем. Хотя не, голем вряд ли. Ну, не знаю. Либо амортира. Спеллбейт. Так. Бревно. Ну, давайте ледяного духа. Ледяного духа потратим. Так. Мы ему нанесли достаточно урона. Осталось 2000 хп на вышке. Но фаерболом лучше не злоупотреблять. Потому что мало ли. Друг у него 3 мушкетера. И скорее всего так и есть. Сборщики эликсира. Да. Это скорее всего 3 мушкетера. Так. Фаербол на орду миньонов. Плохо, конечно, то, что я ему дал поставить сборщик. Ну, возможно, сейчас хок успеет снести вышку. И, возможно, нанесет одну тычку по его сборщику. А, нет, не достает. Плохо. Плохо. Потому что на двойном эликсире я могу, ребят, проиграть. Честно. Я бы не хотел ему сливать кубки. Но если вдруг проиграю, я думаю, что он меня простит. Я бы, конечно, не хотел слить ему. Так. Ну, постараюсь. Постараюсь. Так, давайте лучниц. Сейчас будут 3 мушкетера. Мне надо быстренько прокрутить колоду до фаербола. Так. Хорошо. Здесь у нас рыцарь. Второй сборщик он ставит. Так. Поехали. Сейчас будет плохо, что у нас не зап. Потому что вот сейчас будет орда миньонов. И мне нужен фаер. Фаер мы выбрасываем на сборщики эликсира 100%. Вот они 3 мушкетера, как я и говорил. Это было ожидаемо. Ставим пушку. Ставим пушечку. Так. О, сейчас будет жара, ребят. Сейчас будет жара. Так. Давайте гоблинов. Хорошо. Бревно. А, блин. Вот это самый напряженный момент. Я ненавижу. Ненавижу играть против 3 мушкетеров. Успею фаер или нет? Должен успеть. Должен успеть. Успел. Фух. 800 хитпоинтов осталось. Сейчас снова будет 3 мушки терра. Вот. Блин. Реально. Вот сейчас сложнее всего будет задефать. Так. Сделаю акцент на правую вышку. Потому что... Левую я, скорее всего, и так потеряю. Тут бревно. Тут рыцарь. Хорошо. Здесь гоблины. Так. Вроде бы задефались. Блин. Ну, вышку потеряли. Поехали. Сразу же в атаку. Нам нужно добить сразу слева. Так. Ледяной дух, надеюсь, спасет. Пичку. Отлично. Все. Нам один фаер осталось выбросить. Теперь я пока акцентирую. А. Мы добили вышку. Отлично. Фаер можно и не тратить. Все. Отличная игра. Да. Спасибо. Ну, прикольно. Слушайте. Да. Ну, здесь в его колоде только пушка стала 13 уровня. Больше ничего не изменилось. Но я думаю, это все равно. Плюс в его деку она стала мощнее. Отличная игра. Да, вижу, что отлично. Че ты так... Блин. Мне кажется, противник немножко нервничает. Видите, да? Плюс 32 кубка. Ну, вот, в принципе, и все. Значит, что, ребят. Надеюсь, вам выпуск понравился. Я думаю, что миллион золота это... Не каждый день у всех бывает на аккаунте. И то, что я снял отдельное видео про это, думаю, вам будет интересно. И напишите в комментах, какое максимальное количество золота у вас было на аккаунте. Также я постепенно фармлю на своем акке. Но я там постоянно трачу на прокачку. Ну, я думаю, что это уже будет четвертый миллион, наверное, когда я нафармлю. Если еще раз нафармлю. И обязательно об этом сниму видео. Поэтому подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Приходите на мои стримы. Будем вместе с вами фармить. На этом я буду прощаться. Спасибо всем, ребят, за просмотр. Желаем удачи, хорошего фарма, побед и всего хорошего. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok